В день 175-й годовщины подвига рядового Тенгинского полка Героя обороны Черноморской береговой линии Архипа Осипова епископ Новороссийский Геленджикский Феогноз совершил божественную литургию и заупокойную литию в одноименном селе Архипа Осиповка. Правящий архиерей принял участие в мероприятиях, посвященных исторической годовщине, и осветил на набережной села новую часовню в честь святого Георгия Победоносца. В неделю четвертую Великого Поста и День памяти сорока мучеников Севастийских при освящении шефеогноз епископ Новороссийский Геленджикский совершил божественную литургию святителя Василия Великого в храме святителя и чудотворца Николая в селе Архипа Осиповка города Геленджика. В этот день жители Кубани также вспоминают и подвиг рядового 77-го пехотного Тенгинского полка Архипа Осипова. В 1840 году этот рядовой совершил беспримерный подвиг, подорвав вместе с собой пороховой погреб, когда враги ворвались в обороняемое русским гарнизоном Михайловское укрепление. Среди защитников Редута к этому моменту в живых не осталось практически никого. Архипа Осипов не только не дал врагам захватить укрепления, оружие и боеприпасы, но и уничтожил взрывом множество горцев. В 1876 году на месте взорванного укрепления казаки-станичники на собранные пожертвования установили в честь подвига Архипа Осипова большой чугунный крест. А в 1889 году император Александр III разрешил переименовать Станису Уланскую в село Архипа Осиповка. Именно к этому кресту в честь 175-й годовщины подвига русского солдата сегодняшние жители села прошли крестным ходом от ворот храма. Здесь также владыка Феогност ослужил за покойную литию и потом напомнил всем присутствующим на митинге о беспримерном подвиге наших предков, которые совершались в различные времена. Вот на этих примерах мы с вами должны воспитываться и воспитывать детей. Не растить эгоистов. Не надо требовать постоянно. Нам все должны. Нам что-то должны. Мы должны помнить. А что мы должны? Мы не оплатываем долгу перед своими родителями, перед Родиной. И нам надо всегда помнить об этом. И делать нечто такое в своей жизни. Стремиться. Если уж не такие великие подвиги, как Архип Осипов, то в повседневной жизни, хотя бы быть достойными гражданами. Сегодня делается много для сохранения исторической памяти, в том числе и в рамках предстоящего празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава муниципального образования Виктор Хрестин рассказал и о проходящих в Геленджике мероприятиях и о планах по созданию парка 70-летия Победы. Далее к подножию памятника легли цветы от Владыки Феогноста, главы муниципального образования Виктора Хрестина, главы администрации Архипосиповского внутригородского округа Демьяна Кузьмина, казаков, общественных организаций, учащихся казачьих классов. Еще одним знакомым мероприятием этого дня стало освящение часовни Георгия Победоносца, воздвигнутое на сельской набережной местным предпринимателем Александром Иванчеевым. Освящение часовни провел епископ Новороссийский Геленджикский. А в заключении Владыка и глава муниципального образования поздравили местных жителей с появлением в их селе часовни в честь святого великомученика Георгия Победоносца, выразив благодарность строителям и отметив это как пример достойной восхищения и подражания. Город Геленджик, пресс-служба Новороссийской епархии.